Всем привет, добро пожаловать на канал Прогблог ТВ. Меня зовут Вика, рядом со мной Михаил. И сегодня он по традиции, как и многие мои герои, поделится своей историей переезда, опытом поиска работы. Привет, Михаил. Привет. Расскажи о своем пути в программировании. Ну, это было давно, наверное, 1997 год. Сестра училась в колледже, привезла книгу фигурного IBM PC для пользователей, что-то такое. Там были общие описания, как с ДОС работать, Нортон Коммандор, что-то еще. Она долго стояла в шкафу, я на нее смотрел, потом начала изучать. Появился компьютерный кружок в школе. Там был один компьютер, 286-й, и какой-то старый агат, на котором составлялись дюймовые дискеты. И там был учебник Basic. Ну, и вот в какое-то время там изучали Basic, потом Паскаль съездил в лагерь. Там в области был лагерь, где можно было разные курсы брать по математике, физике, в том числе по информатике. Там были некоторые преподаватели с МГУ, с ВМК. И они там рассказывали, я первый раз увидел, что такое разные алгоритмы, алгоритмы на граф, что-то еще такое интересное. До этого просто какая школа информатика была, там было все просто. И был преподаватель с Волгоградского госуниверситета, с прикладной математики, тоже в этом лагере. И у него спрашивали, куда идти, куда поступать, учиться. Ну, про Москву особо не думал, а в Волгограде поступил вот в Волгу на прикладную математику и там учился. Учеба состояла из каких-то предметов, а самое интересное, насколько ты можешь сказать, что она была применима потом в работе? Специально забыла прикладная математика и там занимался больше численными методами. То есть я после поступил в сферантуру и какое-то время пытался работать на диссертации. Там что-то было, расчет сверхзвуковых течений при особых условиях. То есть нужно было написать просто приложение на C или C++, распределенное на кластере. Нужно было просчитать, как будет двигаться газ и выявить какую-то там особенность. До конца это все не довел. Не защитился. Нет, и переехал в Москву. А то, что преподавали, ну вот на хорошем уровне были общие. Математика вся. Был курс достаточно неплохой по информатике, по алгоритмам. И как практика в программировании были вот эти численные методы. То есть что-то прикладного особо не было. А когда ты пошел работать? Это было уже после университета, да? В самом университете у нас был Центр информационных технологий. И там был отдел, который занимался поддержкой системы университет. Ну это для работы университета, там разные кафедры, учебные планы, все остальное. И отдел, который делал веб-сайт. И систему дистанционного обучения активно внедряли. Я туда попал и работал там последние два года, когда в университете был. То есть занимался веб-программированием на PHP, там какие-то странички ваял. А кстати, как получилось, вот в университете вы изучали какие-то языки программирования уже? Или и как они выбирались? То есть они были программы, или у вас был выбор? Как это происходило? Стандартным языком C был. То есть по C были занятия, были лекции. И C использовали для практики, для численных методов. Там дифференциальные уравнения разные, что-то еще. Конкретно, не касательно математики, были задачи, да. Но там можно было использовать что хочешь. Можно было и Delphi использовать, C++ Builder, что-то может с интерфейсом. В основном, в общем, в университете было C. А потом ты начал работать на PHP и изучал его самостоятельно, да? Ну да. То есть по ходу дела разбирался, да? Да, там не то что сколько изучать. Было интересно разобраться именно с программами нейроэндиа-веб. Был какой-то код уже, ну, например, не, там, достаточно большая система была написана на PHP. Ну вот, в этом разбирался. А потом уже дальше стал смотреть, что более интересно. Нашел для Java, начал для Java выбрал какой-то фреймворк для веб тоже. И в нем уже более серьезно стал разбираться, как раз перед переездом в Москву. Угу. А ты почему решил переезжать в Москву? Тебе потолки оказались маленькими, да, в Волгограде? Было достаточно, с одной стороны, интересно в университете. Я ввел какие-то занятия, практику по программированию, по другим некоторым дисциплинам. Это было интересно. То же самое было интересно работать в Центре информационной технологии. Но было понимание, что нету каких-то таких задач, более серьезных. И время то, которое затрачиваю на диссертацию, и потом прирост в той же самой зарплате, которую я получил от этой диссертации, он не стоит. Да, и ты приняла решение переехать в Москву. Расскажи о своих поисках работы, вот первые работы в Москве. В июне 2009 года, то есть я на Headhunter нашел несколько вакансий, начал собеседоваться, по телефону с одним работодателем договорился, что они меня берут. То есть я к ним приеду, и вроде они даже меня взять. Ну мы так поговорили, там какая-то компания была непонятная, или это просто было что-то вроде стартапа, несколько человек. Ну в общем, я к ним не пошел в конце концов. Потому что когда я приехал в Москву уже, начал ходить и нашел работу в большей компании, хостинг-центр. Они занимались представлением хостинг-услуг, сейчас они объединились, кажется, с рут-центром. Ну какой-то регистратор и хостинг-провайдер России. Вот, и туда пришел на Java, у них была биллинг-система достаточно большая, которая ведет учетные записи пользователей, которые хостинг-услуг пользуются и считают деньги, сколько он должен там, по каждому заплатить, сколько он должен там, кто-то другое сделать. Там была Java и PL-SKL Oracle. То есть тоже было достаточно интересно. Расскажи поподробнее о своем проекте. Какие технологии вы применяли? Чем вообще занимались? Там первым проектом было сделать смс-с-кортификацию пользователей из Oracle. Сейчас это выглядит достаточно странно, потому что, ну, в базе данных писать логику для отправки смс, ну, можно найти лучшее место для этого. И остальное, это была веб-разработка, это поддержка личного кабинета пользователя, где можно залогиниться, посмотреть, заказать какие-то дополнительные услуги, посмотреть свой баланс, заказать документы, ставить пункты какие-то. В LinkedIn, где я тебя, собственно, и нашла, да, я видела, что ты 8 лет провел в одной компании. 7 лет 7 месяцев. 8 лет в одной компании. Мне кажется, сейчас это встречается нечасто. Был ли какой-то рост внутри компании? Ну, вот в Москве, когда, то есть, первая работа, которую я там нашел, это хостинг-центр, где-то через полгода я начал смотреть, какие есть другие библиотеки. Показался интересный Google Web Toolkit. Тогда, это 2009 год, ну, 2010, была достаточно популярная вещь. То есть, они делали такую необычную штуку. Можно было писать код на Java. Этот код на Java обрабатывался компилятором и переводился в JavaScript. То есть, пишешь код один, он работает у тебя и на сервере, и как бы на клиенте. Вот. То есть, я эту библиотеку немножко изучил и пошел собеседоваться. Попал в этот Bright Pattern, как они там себя говорили, что это стартап с Кремниевой долиной, который там, офис недалеко от YouTube. Да, это так, действительно. Интересно. Он находится очень рядом. Вот. И там поговорил с этим лидом, прошел собеседование, они меня взяли. И у них работал там два года. То есть, доработал до осени 2012. И в тот момент играли в лотерею Green Card, выиграли Green Card. Ну, и решили сюда переехать, туда еще с женой. Брэд Паттерн спросил, хотят ли они меня взять в этом офисе. Ну, здесь, в Калифорнийском. Они сказали, окей. То есть, все, я в сентябре 2012, а это было, кажется, 17 сентября, я прилетел сюда. В течение недели нашли квартиру, потом где-то две недели машину, заселились. И через неделю я, в общем, не сильно ощущал разницу между тем, что я нахожусь там, работаю в московском офисе или в этом офисе. И чем ты здесь занимался? Вот, внутри этой компании, но уже в Калифорнии. Ну, занимался тем же самым, что и в Москве, в общем-то. А компания занимается разработкой софта для колл-центров. То есть, это большое решение такое, которое можно где-то у тебя на сервер поставить или в облаке. И посадить группу агентов, принимать звонки от кастомеров и от этой группы агентов эти звонки обрабатывать. Это могут быть звонки, могут быть смс-сообщения, email, чат, опять же, с веб-страницы, через WhatsApp, Facebook, Messenger. Например, видеозвонки с мобильного устройства, с веб-страницы. То есть, разные способы коммуникации, которым можно достучаться до кастомер-суппорта и как-то обслужить своих клиентов. Но ты столько лет проработал в этой компании и в какой-то момент решил поменять работу, да? Это произошло совсем недавно. Работу поменял, да, в этом, в январе. Да, пять месяцев назад. Расскажи, как происходили поиски работы? У тебя, уверена, воспоминания еще свежи. И это вообще был твой первый поиск работы, да? Или ты уже предпринимал какие-то попытки? До этого я несколько раз ходил в компании, но больше так, кто-то написал. Думаю, ну ладно, схожу, посмотрю. То есть, я пару раз ходил в Google, два раза был у них на онсайт интервью, но сильно не готовился, поэтому результат был ожидаемый. А потом, где-то в 2016, кажется, в январе, ну, записался раньше на Udacity, увидел, что есть курсы по машинному обучению. Они только запустили, да, нано-дегри, машин-лёйнинг. Вот, я к ним записался и начал проходить. Тема очень понравилась, достаточно было интересно. То есть, я прошел нано-дегри по машин-лёйнингу, потом, в следующий год по Artificial Intelligence, еще несколько курсов. Прошлый год на Курсере NG, Эндрюнг. У него там была, ну, по диплённику, специализация. Вот, и, в общем, в процессе уже, вот, в прошлой осени начал искать, ну, уже готовиться к собеседованию. Это стандартные сайты для тренировки. Ну, например, какие? Может быть, мы что-то из этого не знаем. Лид-код. Да. В самом Лид-код. То есть, на нем тренировался. И потом был сайт Трипл Байт, кажется. Да, слышал. То есть, я через них прошел, как бы, у них собеседование, и они начали меня реферрить уже в компании. Через них сходил на одно интервью. Там отказали, то есть, на ас-аинтервью. Потом узнал про Hired.com, где ты можешь разъяснить свое резюме, и там уже компания на тебя начинает как-то обращаться более продуктивно, чем на других ресурсах. Вот, и там было несколько реквестов. Где-то, наверное, недели-две были звонки с разных компаний. Неслика раз были телефонные интервью или просто разговоры. Потом было телефонное интервью с Postmates. Сходил на он-сайт к ним. Еще несколько вопросов от них было. И, в общем-то, они сделали оффер. Ну, я его принял. То есть, основная идея смены работы было найти что-то сильно ближе к машинному обучению. То есть, я прекрасно понимал, что практического опыта у меня нету. Есть курсы, ну, какое-то количество, 2 нано-дегри на Udacity, несколько курсов на Coursera. И это, в общем-то, сильно помогло. Очень сильно помогло наличие проектора на Udacity. То есть, там в конце нано-дегри по машинному обучению нужно было взять какую-то свою тему и сделать небольшой ресерч. Ну, то, что там, взять конкретную задачу, решить ее и описать. То есть, я взял задачу, которая у нас в Brad Pattern была. Это есть такое понятие Outbound Dialing, когда у тебя есть список телефонных номеров и нужно обзвонить кучу этих номеров, предлагая какую-то услугу. И когда ты звонишь, то важно определить, кто снял трубку. Это реальный человек или это просто автоответчик. Есть разные алгоритмы, как это можно делать. Ну, я решил попробовать, можно ли применить нейронную сетку для этого. Ну, в общем-то, какие-то результаты получились, достаточно интересные. Но главный результат был то, что во время собеседования в Postmates я мог достаточно подробно рассказать, что я делал, как я делал, что у меня получилось, какие проблемы при этом были. То есть был это реально достаточный проект, где можно было показать, что у меня есть опыт работы с машинным обучением. Мне кажется, это повлияло сильно во время интервью. Они предложили именно позицию машин-длянинг-инженера, поэтому я так быстро туда согласился. И, в общем-то, достаточно все хорошо. То есть команда, это риск-тим, занимается fraud detection. Мы поговорили о том, как ты пришел в программирование, но программисты, они вынуждены учиться постоянно, потому что тренды постоянно меняются, технологии появляются новые. Уделяешь ли ты время на изучение чего-то? Наверное, сейчас ты определенно учишь что-то по машин-длянингу, да? Ну, последние два года были сильно активно в обучении. То есть я начал в 2016 году проходить курсы, в общем-то, буквально на днях закончил последние курсы специализации дипленинг на Курсере. То есть это было каждую неделю нужно было задать какое-то задание. Ну, какие ресурсы ты используешь? Вот ты сказал Udacity, Coursera, что-нибудь еще, может быть, ты можешь посоветовать? В основном это были эти два сайта, потому что на Курсере очень много классных курсов, не только профильных по программированию, там можно найти то, что интересно. То есть я вот очень хотел закончить уже машинное обучение, ну, как бы завершить специализацию и следующий курс взять по системному мышлению. Есть в МФТИ, кажется, в Москве. Анатолий Левенчук, он там сделал курс, достаточно интересный. А они по-русски там его читают? Курсы есть на разном языке, на разных языках. Это на русском. Интересно. Ну, и насколько ты можешь оценить, что это такие знания, которые больше нигде ты не можешь получить. Вот, ну, американские. Почему не американские курсы? Кажется, что здесь все вот начинает. Здесь все самое... Ну, конкретно про этот курс. Я просто за этим человеком слежу. Он ведет достаточно, там, интересную деятельность по изучению системного мышления. Есть у него там школа системного менеджмента. То есть это такой цельный подход, как человек может функционировать. То есть я имею в виду, что на Курсере есть курсы не только по прикладным специальностям, а есть курсы, которые ты можешь брать просто для саморазвития. Их там очень много. Спасибо тебе за интервью, за то, что поделился своим опытом. Встречаемся в следующих выпусках. Спасибо. 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 Спасибо.